здравствуйте дорогие друзья приветствую вас на канале парк бокс сегодня у нас 19 февраля 2022 года весьма напряженная ситуация и мы все как говорится на нервах и чтобы немножечко отлечься решил снять небольшой видосик про сцепление про сцепление про всякие разговоры про подделки и также про один секрет сцепление который раскрыл один из подписчиков перед тем как вам все показать скажу пару слов только что есть знаете продвинутые пользователи которые ну понятно что мы все боимся купить подделку мы все постоянно опасаемся потому что сцепление это не дешевая запчасти работа не дешевая и хочется так чтобы поставила но служила я это очень хорошо понимаю и разделяю и я как бы стараясь показывать как выглядят там те или иные запчасти на распаковках вот но иногда я сам себе как бы рублю на котором я сижу его звонит человек и говорит вот сцепление сакс как вы объясните что раньше было написано словак републик а сейчас написано просто словаки я такой ну понимаете а как вы объясните что вот я беру на корзине сцепления номер забивая его захожу на сайт затыв забиваю туда этот номер в поиск и он говорит артикул не найден и понимаете вроде бы как нечего крыть но на самом деле объяснение всему этому явлению есть поэтому давайте посмотрим как она реально выглядит ну давайте откроем два комплекта сцепления 1 у нас на посад b7 комплект сцепления сакс сакс значит ребята посмотрите видите написано значит поставщик этого комплекта элит украина официальный дистрибьютор ztf комплект оригинальный иногда сакс пишет словак републик иногда он пишет словакия попробуй пойми в каком случае как надо писать некоторые считают что это подделка и заговор вот но извините друзьям и тут заручники дальше давайте посмотрим внутрь интересно не в каждом комплекте лежит начиная наверное с какого-то времени ztf решила ложить вот такую вот бумагу не читаю я что здесь написано и наверное речь идет о том что устанавливать надо вот с таким вот специальным инструментом который исключает перекашивание перекос корзины во время установки перекос и соответственно отщелкивание потом если этого отщелкнется во время установки значит будут плохо включаться передачи будет сцепление вести дальше понятно антикоррозионная бумага это наверно производитель этой бумаги следующее скажем так вопрос человека который покупал у нас этот комплект сцепления обратите внимание на номер до 330 970 062 а вот это вот номер который на корзине на корзине сцепления и если вы попытаетесь вот этот номер 30 82 2 2 0 1 948 пробить через сайт zf и найти там этот номер вы там его не найдете это не означает опять же что это подделка это означает что zf нет не выпускает на вторичный рынок изделие под названием корзина сцепления он выпускает это корзину выпускает кладет ее в комплект но у корзины один номер у диска сцепления второй номер а как вы уже понимаете да вот этот наверно номер диска сцепления вот здесь вот он а как вы понимаете у комплектов у комплекта 3 номер вот и поскольку вот эти позиции на вторичный рынок zf не делает соответственно в его каталоге запчастей которые он предлагает на вторичный рынок и нету в номеров вот этих запчастей это не означает что эта подделка подделка ребята копируется с оригинала поэтому то что другой номер означает что эта подделка абсолютно нет ну конечно видео не передаст скажем так качество изготовления и всяких вещей на которые я обычно уже хочешь не хочешь их замечаешь вот видео навряд ли это передаст что еще в коробочке есть в коробочке еще есть в обязательном порядке специальная смазка для шлицов это не какая-то там обычная смазка эта смазка по идее должна быть с высокой температуре капли падения для того чтобы она удерживалась вот здесь вот на первичном валу чтобы она удерживалась и чтобы диск сцепления свободно перемещался если будет использована какая-то не такая смазка диск будет плохо перемещаться на первичном валу из от это может приводить к тому что он будет оставаться прижат к маховику или корзине и утягивать собой немножечко первичный вал и еще раз ребята я обращаю внимание что вот так как в этом видео выглядит сцепление на конкретную машину если у вас другая машина ваше сцепление может делаться в другой стране и выглядеть совсем по-другому иногда может быть что в сцеплении нету антикоррозионной бумаги потому что она когда-то уже приехала какой-то мастер открыл такой а бумажка выбросил взял эту корзину приложил они такая назад в коробку отправили поставщику поставщик посмотрел установки не было на машину но не будет же из отсутствия этой бумажки говорить что мы не вернем деньги все возвращаются деньги все как полагается 14 дней вот но бумажки уже нет ну пакетик со смазкой все-таки должен быть но даже если у вас какое-то мега редкое сцепление и вдруг там нету пакетика со смазкой всегда есть чем эту смазку заменить а сейчас давайте про мало известные секретные свойства диска сцепления дальше один из подписчиков написал записал чтоб как-то я отреагировал но я пока не отреагировал мне как бы самому интересно нету достаточной информации почему вот здесь вот вот это вот пластиночка который приклепаны накладки почему она кривая вот вы видите зазорчик вот здесь вот видите что она не идеально ровная она как бы такая немножко волнистая конечно волнистость это такая она очень уже очень маленькая так чтобы фокус был чтобы она она очень маленькая это волнистость но она есть и человек пишет что это как бы сделано специально и И вот вопрос, специально ли сделана волнистость вот этой пластины, к которой приклепаны накладки, или не специально, этот вопрос пока что открытый. Второй комплект Valio, хотя это фирма французская, вы видите, что поляки здесь уже заботливо написали, что выпродуковано, то есть произведено в Турции. Прямо как бабушкин пирожок, очень красиво все упаковано, мне нравится. Ну давайте посмотрим, здесь есть эта кривизна или нет. Кстати, ребята, плита покрыта консервационной смазкой, и перед установкой эту смазку надо счищать. При этом желательно не заливать все это растворителями, а взять растворитель на тряпочку и протереть. Можно пару раз, для того, чтобы здесь было чисто. Я примерно догадываюсь, где я могу получить информацию. Мы, наверное, в хорошем контакте с Шеффлер Групп, которые тоже. С ZF мы пока еще не установили хорошие контактные отношения. А вот с Шеффлером установили. Возможно, они дадут ответ. Это был, знаете, такой волнующий комментарий или волнующее письмо. Довольно много текста, я даже не помню, по-моему, заглавных букв там было много. Вот, где человек прямо так вот рассказывает, что почему никто на это не обращает внимания, и почему никто никогда об этом не говорит. И он приводит свое объяснение, зачем этот волнообразный изгиб нужен. Но давайте-ка для начала спросим у народа, то есть у вас. А как вы думаете, зачем этот волнистый изгиб нужен? У него есть какое-то предназначение? Или это последствия термообработки? Или это последствия сборки какой-то клепки? Или это что-то другое? Давайте, вы поделитесь своими мнениями в комментариях. Я тем временем постараюсь отыскать то письмо и постараюсь получить еще какие-то объяснения. Если мне удастся это сделать, я ими с вами поделюсь. А я в свою очередь, ну знаете, вот про смазки и смех, и грех, но не успели у нас раскупить все эти смазки. Как я уже нашел новое свойство смазки, новое свойство, про которое мало где говорится, мало кто про это пишет и снимает, и вообще тем более понимает, что это такое. Но оно, между прочим, очень много что объясняет. Это так называемые канальные свойства смазки. Ну, про них будет, наверное, в каком-то следующем видео. Следите, ждите, не пропустите. Ну, а я на этом заканчиваю. Я надеюсь, конечно, что эта напряженность разрешится. Каким-то образом, лучше бы, конечно, хорошим. И у нас получится, очень бы хотелось, чтобы у нас так совпало, что у нас эпидемия, она уже пошла на спад, это пандемия коронавирусная, чтобы с этой напряженностью что-то случилось, чтобы она отползла, как говорится, чтобы снова можно было спокойно себе ездить, отдыхать, жить и ни о чем не волноваться. Вашим машинкам бегать и не ломаться. Лично вам всего самого хорошего.